d4, нет, d4, конь f6, хорошо, закрытое начало, так, e3, e3, смотрите, как солидно, надежно, чтобы ничего не зевнуть, для человека, который только что приехал из аэропорта, e3 очень правильный ход, c5, ну вот, ливон провоцирует своего соперника на какие-то, значит, агрессивные действия, но Владимир непоколебим, слон d3, 2, 0, соответственно, надежная линия поведения, и заметьте, как быстро все сделано, уже есть 25 секунд лишнего времени, вот, 2, 0, нормально, все, белый, конечно, не претендует ни на какой перевес, они играют солидно, надежно, можно b3, слон b2, вот, правильно, правильно, b3, слон b2, а там видно будет, но сам факт того, что удалось заставить соперника подумать, это уже хорошо, g6, но это творческое поведение, Владимир Борисович аж задумался, да, ну, не знаю, на самом деле, слон g7, конечно, агрессивно расположен, и вот теперь видим, что в центре пешечное напряжение, можно его каким-то образом разгрузить разменами, да, вот Владимир так и делает, ну, посмотрим, какую структуру сберет ли он, да, конь бьет d5, вот теперь слон g7 уж точно работает на полную катушку, мы видим, что пешка d4 связана, ферз e2, ничего не добиваются белые, вообще, черные тоже могут, в свою очередь, сейчас, сыграть b6, слон b7, развиться, мне кажется, что никакого здесь, даже намека на перевес есть, ну, вот, Ливон молодец, играет правильно, ладья d1, ферзя на e7 можно убрать, если бы слон стоял на e7, не было этой клетки у ферзя, слон b7, так вот, довольно, а если dc, вот, мне интересно, ну, видимо, пока еще рановато снимать напряжение, решил крамник и заканчивает свое развитие, ну, вот, я думаю, что черные тоже могут сделать то же самое, ну, Ливон на всякий случай все-таки структуру определил, конь бьет d4, так, конь c5, напали на слона и не пустили слона на a6, вот, теперь, что делать с этим слоном, на c4, на b5, на c2, на c4, ну, тоже нормально, здесь белые расставились достаточно крепко, достаточно надежно, a6, b5, у черных есть такая идея, но сначала убрать ферзя от противостояния с белой ладьей, это, наверное, не грех, ладья d8, вы знаете, очень солидная игра, очень солидных людей, слон a3, ну, вот, какая-то связочка маленькая, да, то есть здесь на c5 может случиться образование какой-то слабой черной пешки, ну, поэтому ладья c8 напрашивается, в общем-то, по рисунку, белые даже коня на e4 сейчас могут метнуть, да, на ладья c8 конь e4, есть интересный ход, чтобы все-таки на c5 какая-то слабость могла образоваться, смотрите, думает Ливон, и уже минус минута, я считаю, что в таком блице минус минута, это почти как минус пешка, но, опять-таки, 2 секунды добавления на ход должны смягчить этот эффект, я думаю, что если сейчас сделать несколько сильных ходов и чуть-чуть упростить позицию, то потом можно будет играть побыстрее, но видим, что Ливон решил кардинально решить, кардинально вот эту проблему связки от нее избавиться, конь f3, куда же ферзя-то девать, но не на e7 же возвращаться, ферзь h5 может быть, да, ну, пришлось, пришлось что делать, ну, дело в том, что если взять слон бьет c5, bc, там все-таки преимущество двух слонов, плюс еще после отхода белого коня с d4 конь c3, вот такая неприятная идея есть у черных, так что, наверное, черных порядок, я думаю, что эта затея с переводом ферзя на h5, в общем, достаточно корректная, и задумался Крамник, впервые всерьез за партию, можно, конечно, слона сценить, что и вести на b5, допустим, и попробовать потом с конем c5 разобраться, ну, вот задумался Володя, насколько я знаю, он чуть ли не сегодня давал в Женеве сеанс одновременной игры, и, конечно, ему сейчас тяжело решать конкретные задачи в быстром темпе, именно поэтому он играет быстро, практично, но все равно с сильным гроссмейстером, когда играешь, приходится решать серьезные задачи. Смотрите, какое вот состояние у Владимира, времени было много, но постоянно каждую 2 секунды он бросает нервный взгляд на часы, взял на c5, стремление упростить ситуацию. Итак, конь b5 защитили пункт на c3, а что делать на а6? Такой банальный ход, а7, а6, ну, не на а3 же уходить, это как-то, в общем, безнравственно, там конь c3 последует, ну, может быть, слон бьет d5 последует, да, я, правда, не знаю, а6, слон бьет d5 и просто ед, слон е5, неожиданный поворот, могу вам сказать, довольно странный, честно говоря, размен очень сильного слона, но я думаю, Владимира Борисовича этот размен очень порадовал, то есть, ну, теперь жить стало лучше, жить стало веселее. Если, конечно, не считать угрозы пункту g2, видите, слон на b7 затаился, где-то, может быть, на пункте g2 могут быть какие-то неприятности, но пока вроде ничего не угрожает, конь f4 нет, там еф возьмем. Так, ну, в общем, соперники тратят много времени. Конь c3, идея вторжения черного коня на c3 была неприятна, и поэтому Владимир на всякий случай решил от нее кардинально уйти. Ну, не знаю, мне кажется, что здесь какого-то серьезного перевеса у белых не может быть, все-таки слон на b7 действительно очень активный. Ладья d5 есть ход, ферзь бьет d5 с угрозой мат на g2, и нет времени для вилки конь c7. Конь c3, вот это правильно. В принципе, задача белых простая, упростить ситуацию как можно больше, чтобы пешка c5 осталась вот этой слабостью, с которой можно будет работать в быстром темпе. Взяли, вот, отлично, ферзь d1, ферзь g5. Вот начинаются матовые угрозы, да, мат не зеваем. Теперь черным над ладью, наверное, подвести еще оставшуюся фигуру, которая пока не сделала ни одного хода в этой позиции. Ладья d8. Ну, вот, а Левон играет ладья c8, чтобы с пешкой c5 как раз не было проблем. Я имею в виду ход конь a4, ну, какие-то такие возможности. Так, ну, как же кардинально решить проблему пешке g2? g2, пока не видно, честно говоря. f3 же не сыграешь, на e3 висит. Ну, ход g2, g3 за такой ход в детско-юношеской школе Советского Союза отрывают руки. Так, c4, вот это любопытно. А если взять ладья бьет c4? Выглядит, конечно, опасно, но надо играть. Правильно, Володя, надо, надо. Взяли, взяли, ферзем нельзя брать. Теперь ферзь a5, наверное, черные сейчас будут приставать к черным пешкам. Вот, вот, ферзь d1, держимся, держимся. Меня смущает то, что у белых первый ряд подвисает немножко. Солнце 6 просто. Конь b2. Проблема есть у белых. И, по-моему, серьезные. Шах на d8, шах на d4. Конечно, белые, наверное, здесь согласны на ничью сразу. На король g8 последует вечный шах. Так, неужели ничья? Да, согласились на ничью. Но Владимир, смотрите, как доволен, потому что понимает, что прошел через опасное положение. Ну, ничего, нормальная ситуация. Две ничьи на старте. Может быть, сейчас Владимир проснется и все-таки покажет сильную игру. Так, это Ян Непомнящий играет, судя по всему, абсолютно равное положение. Но черный король все-таки слабенький, да? b4. Ну, вот это правильно. Черным играет Анант, да? И пытается сделать ничью. Взяли-взяли. А пешка-то все-таки лишняя. Знаете, насчет равенства-то я поторопился. Разноцвет, конечно, предвестник ничьей. Но тут все-таки по пешкам у белых одна лишняя. Да, ну, объективно говоря, конечно, должна быть ничья. Все-таки, да, вот видите, ладья еще активизируется. Яну очень хочется выиграть. После поражения в первом туре он стремится отыграться. Но здесь позиция настолько ничейная, на мой взгляд, что желание, конечно, очень трудно осуществить. Слон d3. Видим, что черные еще заняли такое активное положение ладьей, что пешка а4 вперед не идет. Ух ты, какой активный король. Ну, она до ладья b4. Идея простая. Разменять ладьи. Ну, вот это происходит. Ну, да, ну. Так, минуточку, минуточку. Сюда, сюда. Так. Ну, там же дело в том, что угол-то не того цвета. Да. Ну, вот видите, у Ананда простая детская ничья. И король идет на аж 8. Стоит и смеется. Да. Да, я думаю, что Ян сейчас просто согласится на ничью. Так, так. Да. Ян так немножко посмеивается. А знаете, поставить пад. Ага. А если король f7, тогда g4. Ну, позиция ничейная. Позиция ничейная. Ну, с позиции силы поиграть с великим шахматистом всегда приятно. Это можно делать здесь хоть 49 ходов. Ну, согласились на ничью. Ну, ничего. Ян, выиграешь. Следующие 7 партий. Все. И жизнь наладится. Так. Еще одна ничья. А Евгений Томашевский у нас обыграл Личао с почином Женя. Сегодня его любимый футбольный Спартак проиграл. Но вот Женя отыгрывается. Борис Гельфанд проиграл Шахриару Мамедьярову. Давайте я просто объявляю результаты. Ронян сыграл ничью. Да. Так что у нас, в общем-то, сейчас, видимо, два лидера. Как я понимаю, Шахриар Мамедьяров подтянулся. Калиону Ароняну. И нет. И еще третий. Евгений Томашевский. Итак, дорогие друзья, после двух туров у нас три лидера. И вот, смотрите, как быстро у нас обновляется электронная система. Компьютеры работают сегодня. Восхитительно. Третий тур. Аронян против Томашевского. Анант против Крамника. Ну, без вариантов. Партия тура. Анант против Крамника. У нас так по цепочке, да. После первого тура мы Ароняна на второй тур тоже посмотрели. Но сейчас вывеска Анант Крамник настолько фантастическая, что мы просто обязаны посмотреть эту партию. Ну, я скажу еще, кто играет. Мамедьяров против Непомнящего. Гири против Гельфанда. Личао против Свидлера. Ну, собственно, и все. Я после Олимпиады в Баку привык, что список партий у меня такой практически бесконечный. Ну, а сейчас у нас только 10 участников. Так что можно сконцентрироваться на конкретных личностях. И партий не так много, действительно. Так, переходим в турнирный зал. Давайте посмотрим, как Виша Анант и Владимир Крамник. Шахматисты, которые уже 25 лет без малого соперничают на самом высоком уровне. Общаются между собой. Им всегда есть что вспомнить, есть что поговорить. В целом карьеры этих шахматистов проходили во многом параллельно. И всегда играли примерно на одном и том же уровне. Я напомню, что в 2008 году они сыграли матч на первенство мира в Германии. И Анант победил. Но с тех пор уже оба они стали экс-чемпионами мира. Сейчас вы знаете, что чемпион мира Магнус Карлсон, он, к сожалению, не играет в нашем турнире. Но составил бы здесь тоже компанию. Но, что ж, всех сильнейших в одном турнире собрать сейчас очень тяжело. Но я думаю, что на недостаток звезд мы здесь жаловаться не сможем. Так, Володя еще идет. Успевают по ходу дела со всеми поздороваться. Да, ну вот видно, что пока он не очень-то сконцентрирован на игре. Скорее у него такое немножко светское состояние. Ему хочется со всеми поговорить. Кстати, сейчас только что было небольшое такое предварительное у нас собрание. Была пресс-конференция, и шахматисты, приглашенные гости общались друг с другом. Но вот Владимир еще не успел пообщаться. Так, что такое? Евгений Томашевский остался без соперника. Кто же у нас там с ним должен играть-то? Евгений Томашевский остался без соперника.